Капсулу времени заложили на предприятии Гродно-Азот. В написании послания будущему поколению принимали участие и молодые сотрудники завода, и ветераны Великой Отечественной войны, и ветераны труда, которые не один десяток лет проработали на этом предприятии. Письма, которые теперь будут находиться в музее завода, планируют открыть 9 мая 2045 года. Именно в этот день наша страна отметит вековой юбилей окончания войны. Я написала о том, что война Великой Отечественной, она прошла, и все помнят, и все знают, но неизвестно, насколько будут помнить в 45-м году, в 2045 году, потому что в наше время современной молодежи еще удалось пообщаться с живыми свидетелями этих событий. То есть, ну и да, действительно, когда слушаешь какие-то повествования, дрожь по телу. А что будет в 45-м, неизвестно. В последнее время отмечают на предприятии бывшие сотрудники, ветераны труда, которые десятки лет проработали здесь и помнят, как Гродно-Азот только строился, все больше заинтересованы в общении с молодежью. Молодые сотрудники тоже не отказываются перенимать опыт лучших специалистов предприятия, чтобы развивать промышленность и развиваться самим. Без учебы никакая наука, ничего не будет развиваться, потому что главное, кладом поколению, чтобы они усвоили хорошо те уроки, которые преподают в школах, в общественных организациях, чтобы они активное участие принимали во всей жизни. Продолжение следует...